Всем привет! И снова у нас самые интересные камни недели. Вы мне очень много пишите, что Константин, когда же будет рубрика камни недели, мы ждем ее, хотим купить камни. Пишите мне в WhatsApp, я камни на заказ нахожу. Я здесь выкладываю, не знаю, там 0-1% камней, и в основном на момент выхода видео они уже проданы. То есть это просто больше как примеры. Мы находим камни под заказ, мы не покупаем их для продажи никогда. Итак, начнем сегодня с парочки моих любимых черных звездчатых сафиров. Их перестали уже добывать, добывали их только в Таиланде, в провинции Чиндабури. Добыча давным-давно уже закончилась, я скупаю остатки, и в основном они такие с трещинами, разломанные, с отколотыми большими кусками, без рисунка или с некрасивым рисунком. Рисунок создает такой рутил, да, минерал. Тонкие-тонкие волоски рутила выкладывают с интересной мозаикой. Я собираю самое интересное из интересного. Вот вам, пожалуйста, сафир с очень интересным рисунком. Как раз там получается изгиб кристалла, да, 11 карат камень весит. Посмотрите, таких у меня осталось буквально 3-4 штучки, может быть, даже 3. И вот, смотрите, специально меняем освещение. То есть сначала снимаем в тени, потом на солнце видно звезду. Также вот, посмотрите, на все камни у нас обязательно прилагается сертификат. Часто мы делаем не один. Этот сафир гретый, и я считаю, мое мнение, что для сафиров это совершенно нормально. У меня есть несколько таких же не гретых. Они стоят почти в два раза дороже, хотя внешние и в процессе носки вы разницы не заметите. А не гретые камни покупают в основном коллекционеры или люди, которые занимаются эзотерикой. Номер 2. Я не знаю, как вы, я могу реально часами залипать вот на эти узоры инопланетные, которые создают рутил внутри сафира. И вот именно этот камень мне, он один из моих любимых. Я его до вылета из Таиланда часами крутил в руках и рассматривал узор. Вот, посмотрите, он дает очень четкую звезду. Когда снимали, солнце было очень ярким. На самом деле, он, конечно, ближе к черному. Он такой черный с золотистым. 10 карат, очень хороший размер и, на мой взгляд, уникальный рисунок. Вот, посмотрите, сертификат для него. То есть, камень без химии, без стекла, но гретый. Я считаю, что это допустимо. У меня есть немножко не гретых. Пишите в WhatsApp. Но, мое мнение, если вам интересно, то это не обязательно. То есть, я не вижу смысла переплачивать. Ну и последний из крупных черных звездчатых сафиров. Больше я пока не могу найти. Сначала у меня был 20 каратник, потом 19, потом 17. Я успел себе купить 16 для кольца. Я думаю, вы видели мое кольцо, скорее всего, я показывал. Да, его здесь. И это вот самый крупный из того, что осталось. Все остальные меньше. Поэтому обратите внимание, у кого особенно пальцы покрупней. Вот, посмотрите, звезда его. Ну, то есть, все камни, которые я отобрал, они с очень хорошим рисунком. И с очень четкой звездой. Бывает, что звезда так себе, и рисунка нету, в принципе, никакого. Просто какая-то муть. И вот, посмотрите на сертификат. Там написаны размеры. Напишите мне в WhatsApp, я пришлю поближе. Можно будет по QR-коду зайти на сайт лаборатории и посмотреть. И, конечно же, мы можем сделать повторный сертификат в МГУ, например, или в любой другой лаборатории. Обратите внимание, очень хорошая шпинель. Отличный цвет. Прям такой хороший синий. И интересно, что если вы наблюдаете за YouTube, я рассказывал про кобальт. Да. Вот здесь цвет прям явно кобальтовый. Но в сертификате про кобальт ничего не описано. То есть, его там содержание очень низкое. Но, тем не менее, цвет такой отличный, яркий. Бывает, что кобальта много, а цвет ближе к серому. Такие камни у нас сейчас дальше будут. Данный камень продают с очень большой скидкой. Такой цвет стоит значительно дороже. Именно такой цвет очень быстро растет в цене. И, по сути, камень можно считать инвестицией. Через год его можно будет продать процентов на 30-40 дороже. А через 5 лет, я думаю, раза в 2-2,5 дороже можно продать. Ну и, собственно, в чем еще момент? Этот цвет подходит и для мужских колец перстней, и для женских украшений отлично. Поэтому он такой очень продаваемый цвет. И, собственно, поэтому он востребован. Поэтому он и в цене идет быстро вверх. Отдельно нужно сказать про сертификат. Посмотрите, компьютер часто видит цвета по-другому. Видите, какой он цвет здесь поставил, да? Мы видим здесь синий, а компьютер видит совсем другой цвет. Вот тоже интересно. Очень часто ты смотришь, ну, синий прям совсем вообще. Он пишет какой-нибудь виолетиш, грейш, блюиш, какой-нибудь серо-буро-козюльчатый. В данном случае он увидел там фиолетовый. Очень приятные формы шпинель с небольшим таким голубовато-фиолетовым оттеночком. Ну, я бы назвал этот цвет такой бело-лавандовый или белый полихромный, наверное, да, можно сказать. И посмотрите внимательно, там есть такие пятнышки или полосочки желтенькие. Это полосочки золотого рутила, то есть тоже включение золотистого цвета. Вот в данном случае, на мой взгляд, включение делают камень более привлекательным и интересным. Ну, то есть он совсем необычный, да, становится. Такой белый, фиолетовый, лавандовый с небольшой золотинкой. А тут обычная синенькая шпинель, но в очень хорошей огранке. То есть удачная была форма окатыша, камешка, да, из которого гранили данный экземпляр. Я считаю, что очень хорошо подходит для мужской печатки, для перстня, да. И можно сделать классическое женское кольцо. Я бы, конечно, все сделал в черном золоте и вокруг черные бриллианты, но у меня вкусы часто не совпадают с вашими, поэтому, в принципе, здесь любой стиль годится и классика тоже. А на камень дали хорошую скидку. Обычно вот такой цвет и форма стоят подороже, где-то процентов на 30. Это у нас очень ароматичного цвета турмалин. Мне он очень понравился, хотя, конечно, цвет не мужской. Но для девушки, для женщины подарок, я считаю, очень хороший. Ну, я здесь что вижу? Это или цвет листьев сакуры, да, или можно... Меня, например, наводит на мысли о женском нижнем белье кружавчатом. То есть это такое нежно-розовое с белым. И наш ограничек очень хорошо постарался, вышло очень романтично. Обратите внимание, вот такой бело-розовый как бы я вижу впервые. То есть обычно они поярче, а тут прям такой цвет нежности. Самая обычная лавандовая шпинель в круглой огранке. Обычно они так... Ну, вот окатышки мы в такой форме находим, что их выгоднее огранить овалом. Да, здесь у нас кругленькая огранка. Многим именно такая нравится. То есть меня часто просят найти круг. Поэтому любители кружков обратите внимание. Мне, например, тоже кружки нравятся. И цена привлекательная. То есть она тоже ниже. Обычно такого качества и цвета идет примерно за 1000 долларов. За карат. Сейчас мне скинули цену хорошо. Потому что у нас пандемия и изоляция. Им некуда камни продавать. Никто не приезжает на остров покупать камни. Эта шпинель добывается такой цвет. Добывается на шиванке. И снова турмалин в нашей фирменной огранке. Тоже самый огранщик, который гранит все наши турмалины. Он очень хорошо справляется. Цвет персиковый называется. И он немножко такой полихромный. Там есть такие небольшие оттеночки розового и желтенького. Ну, кстати, насколько хороша камера айфона, она все равно цвета немножко делает бледнее, чем они есть на самом деле. А под лампочками мы принципиально не снимаем. Потому что это нечестно. Камни часто выглядят ярче, чем есть на самом деле. Отличного цвета шпинель. Прям такой идеальный цвет. Хорошая форма для классического женского кольца. Ну, в принципе, и можно мужской перстень хороший придумать. Ну, для женского прям идеально. И посмотрите внимательно. Там есть пузырик. Это включение. Это нормально. То есть иногда считают, что пузырик это признак подделки. Нет. Пузыри есть совершенно во всех камнях. И в бриллиантах, и в гранатах. Вообще везде. Но в данном случае, посмотрите на цену. Мне удалось очень хорошо скинуть именно из этого пузыря. То есть я прям до него докопался и потребовал скидку. Цвет хорош. Форма тоже хорошая. А этот пузырик его можно прикрыть пронгом. То есть вот эти штырьки, которые загибаются, держат камень, да, в кольце. Вот можно очень грамотно расположить. И за счет этого пузырика экономится довольно приличная сумма. Вы получаете хороший камень. Ну, и, например, вот мне лично, меня никогда не смущали включения. Я, наоборот, люблю камни именно со включениями. И многие здесь, я знаю, мои вкусы разделяют в этом плане. А вот этот камень не продается. Я специально его включил в сегодняшнюю серию. Показать вам, как бывает. Вот его принесли. И он был до огранки. Он был прям таким ярким, горячим, розовым. И мне его продали по цене как Hot Pink горячий розовый. Это намного дороже, чем просто розовый. А после огранки он, видите, вышел такой очень грустный, невеселый совсем вообще. То есть, ну, это даже не просто розовый, а какой-то молочно-розоватый, да. То есть, никаким Hot Pink здесь не пахнет. Вот вам для сравнения, посмотрите, вот это вот настоящий Hot Pink цвет называется. То есть, это настоящий горячий розовый. Он бывает еще ярче. Ну, а то, что вот вы видели вначале, это совсем не то. Но, опять же, сертификат может написать цвет. То есть, компьютер может там увидеть горячий розовый. И поэтому его на полном основании, особенно туристам или людям, которые не разбираются, могут пытаться продать по довольно высокой цене. Потому что Hot Pink горячий розовый стоит дорого. Вот такой камень горячий розовый покупать не нужно. Потому что это неправда. Он даже не просто розовый. Это что-то похуже. А этот камень совсем уникальный. Я, если честно, за все годы практики именно такой впервые вообще держал в руках. Смотрите, он из Бирмы. А в Бирме почти не добывают рубинов. А это именно рубин. Ну, понятно, что цвет у него такой розово-какой-то мраморный, белесый. То есть, цвет, да, не котируется. Это, конечно, не голубиная кровь. Но он 31 карат. Он не гретый. В нем нету каких-то огромных трещин, пузырей, включений. Поэтому, по сути, это коллекционный экземпляр. И то, что не гретый делает, ну, его совсем-совсем-совсем редким вообще. И у него фиксируется здесь, вы видите, очень-очень четкая звезда. То есть, она присутствует при любом освещении. Ее легко рассмотреть. Это его делает еще более привлекательным. Такие камни обычно скупают коллекционеры. Скупают люди, которые занимаются эзотерикой серьезно. И почему-то их прям с руками отрывают китайцы и индусы. Богатые люди, понятное дело, да, из Китая, из Индии. Считают, что если носить такой камень, он обязательно тебе принесет много-много денег. Ну, и, собственно, пандемия и изоляция. То, что страны закрыты. Именно только по этой причине этот камень попал к нам в руки. А так он должен был сразу уйти, конечно же, в Китай. Вот, посмотрите, сертификат. Это хорошая лаборатория. Я ей доверяю на 100%. Они никогда не ошибаются. Там написано, что камень не гретый. И можно посмотреть QR-код. У кого есть желание, пишите в WhatsApp. Цену, которую вы видите в описании под видео, это примерно 30% от его рыночной цены. Хорошего цвета гранат. Такие... Вот именно этот цвет, он такой, видите, розово-фиолетовый, да. То есть, бывает просто розовый, бывает просто фиолетовый. А тут какой-то непонятный. Именно вот этот цвет, такого цвета гранаты добывают только в одном месте. Это Танзания. И я в скором времени планирую там быть. И, собственно, покопаю, помою, поснимаю на месте. Смотрите, буду прямо оттуда вам видосики записывать, заливать. Если, конечно, интернет местный позволит. Это шпинель. Цвет называется махенге. Потому что его добывают недалеко от деревни, которая называется махенге. Там рядом городок, который называется Аруша. Довольно приятное название. Это тоже все в Танзании. Вот, собственно, куда я опять же собираюсь. В Аруша я тоже поеду. И шпинель махенге тоже буду добывать. Вот, следите за новостями. Это шпинель на 100% инвестиционная. Потому что добыча очень-очень маленькая. То есть, там камней очень мало разведано. Они скоро кончатся. Цвет такой особенный, узнаваемый. Такой цвет добывают только в одном месте в мире. Он такой розово-красноватый, вы видите. И, собственно, поэтому шпинель вот этого цвета махенге растет. В цене с огромной скоростью. За последние пару лет раза, наверное, в два точно уже выросло. Если не в три. И продолжает очень быстро расти. Месторождение скоро закончится. Будет исчерпано. И пока на данный момент в мире больше нигде шпинели такого цвета не добывают. Турмалин с таким резким переходом цвета. И чтобы еще цвет при этом был яркий. Редкая штука. Чтобы еще при этом турмалин был чистым. Я, например, здесь вижу отличный камень и для кольца, и для кулона, для подвески. В принципе, можно и браслет сделать. Но вообще кольцо можно прям сделать огненное. Я бы, конечно, опять все обсыпал черными бриллиантами. Но смотрите, у вас может быть вкус совсем другой. То есть я вот с этим камнем с удовольствием сделаю любое изделие. И цена очень-очень привлекательная. Посмотрите цену в описании по номеру камня. Номер камня каждого вы видите здесь на экране в уголочке. Это тоже шпинель, тоже махенги, тоже, собственно, оттуда же из Танзании. Но она ненормального цвета. То есть этот цвет нестандартный совсем. Никто не видел раньше. Вот нашли случайно один такой камень там. Да, то есть сдали в лабораторию. Да, это шпинель. Да, по включениям это махенги. Ну, то есть по форме включения всегда можно четко поделить место, где камень найден. Но у него ведь какой-то немножко оранжеватый и одновременно розовый при этом оттенок. Это очень странно. Если среди вас есть люди, которые хотят, чтобы у них было что-то, чего больше вообще ни у кого в мире нет, то это как раз вот камень для вас. Обратите на него внимание. То есть он прям совсем уникальный из уникального. Сама по себе шпинель махенги, она уникальная, да. То есть этого цвета больше нигде в мире не находят. Ну, а этот камень из уникального месторождения, он, собственно, сам уникального цвета. Обратите внимание по этому. Здесь шпинель самого обычного цвета. Я его называю стальной, с небольшим уходом фиолетовый. Очень хорошая форма, удачная, хорошая огранка. И для... вот все, кто любит неброские, неяркие цвета, да. А среди моих подписчиков таких много. То есть у нас много покупателей, которые заказывают именно какой-то неяркий камень. Вот обратите внимание. То есть и для мужского перстня подходит очень хорошо, и для женского колечка тоже идеально подходит. Мне кажется, что если поставить с матовым чернением, будет прям супер. То есть он будет примерно в цвет. Это просто синенькая шпинель. Вы покупаете... у нас довольно много таких именно. Вот два, три, четыре каратика. Вот такой неяркий синий цвет. Вам очень нравится. Ну, многим из вас, да. И у нас таких камней... Просто показываю пример. То есть именно этот камень, мне кажется, уже продан. Надо по базе посмотреть. Но у нас таких, наверное, штучек пять-шесть всегда есть. Поэтому обращайтесь. Пишите. Могу скинуть вам фото, видео. И сделаем какое-нибудь из него украшение для вас. Пурпурная или фиолетовая шпинель, или сиреневая. Как угодно можно называть. Женщина лучше разбирается в цветах всегда. Просто веселый камень. Обычный, по хорошей цене. Хорошая огранка у него. И размер подходящий, в принципе, для всего. Таких у нас всегда тоже два, три, четыре есть. Обязательно можем найти. Поэтому пишите. Ну и, собственно, на этот камень хороший спрос. На такой цвет, да. То есть, покупают их довольно часто. Мне очень нравится, когда этот камень стоит именно в металле с чернением и с черными маленькими бриллиантами. Это вот мой прям любимый стиль и мое любимое сочетание цветов. А тут у нас супер-мега-офигенский гранат. Вот настолько крутого цвета. Но тут как бы он не один. Вы видите, да, он полихромный. Там какие-то розоватые оттенки и еще непонятные. Вот я такого прям крутого не видел. То есть, он прям очень яркий. Такой интенсивный, насыщенный. Но он тоже из Танзании. Вот видите, это прям... Каждый камень меня зовет в Танзанию. Намекает, что нужно как можно скорее туда лететь. Супер-гранат. Под заказ такой не найдем. Я просто не знаю, где такой брать. Поэтому, если это ваш цвет, забирайте. И такого, скорее всего, в ближайшие месяцы. А может быть и годы не будет у нас. А это камень, который незаслуженно почему-то... Прям вот он обделен вниманием. Называется циркон. Почему-то у нас в России считают, что циркон это какая-то подделка. Я, кстати, тоже так думал. Что фианиты и циркон это вот все подделки. Нет, циркон это натуральный полудрагоценный камень. Ну, вот примерно вот как гранат, да, по уровню. То есть, он может быть очень дорогим. Он бывает прям вот таким золотистым, как здесь. Бывает золотистый с уходом в черное. Бывает зеленым. Но в данном случае золотистый циркон. Мы недавно закончили вот с таким цирконом. Хорошо получилось колечко из золота с бельянтами. Скоро выйдет видео. Посмотрите. Там прям очень мне понравилось кольцо. Отлично получилось. И вот, кстати, есть легенда, да, что гранаты почему-то нельзя ставить в золото. А бельянты нельзя ставить в серебро. Это все, ребята, неправда. Можно ставить все во все. Я с удовольствием ставлю сафиры в серебро. И рубины в серебро. И все это отлично носится. Никаких проблем совершенно нет. Я не знаю, кто это придумал, если честно. На данном камне со всеми прощаюсь. Постараемся делать выпуски более регулярными. И не забывайте, что мы камни не продаем. Вот через видео, да, мы находим их под заказ. Пишите в WhatsApp, и я найду любой камень по вашему желанию и под ваш бюджет. Всем пока. Не болейте, берегите родных. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok